Итак, 25 сентября 1513 года испанский мореплавой завоеватель Васко Бальбуа с отрядом 190 испанцев и 600 индейцев-носильщиков пересек Панамский перешей и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана. Это вот Панамская монетка, и вот тот самый знаменитый Васко де Бальбуа. Ну, как бы есть немножко время, хотелось бы рассказать сказку. Сказка называется «Слезы Айи». На прекрасном острове Пакета жила племя индейцев, и была в этом племени красивая девушка по имени Айи. Все любили ее за веселый нрав, но случилось так, что она стала печальной и задумчивой. И все из-за того, что полюбила она юного Аветиу, который приплывал на остров, чтобы порыбачить и поохотиться. Не замечал молодой человек красавицы Айи, равнодушно проходил мимо нее, горькие слезы проливала Айи, и чтобы развеять казко, все пела и пела нежным голосом о своей несчастной любви. Каждый день на рассвете поднималась смуглянка на высокий утес и ждала, и высматривала на берегу равнодушного юношу. Пела и плакала. Пока не садился он в пирогу и не уплывал домой. И так горячей были слезы бедной Айи, что прожгли они утес насквозь, и в гуроте под утесом эхо без конца повторяло ее песни. Как-то раз Аветиу утомился от долгой охоты, зашел в гурот отдохнуть и заснул. Айи, как всегда, оплакивала на утесе свою безотетную любовь, прожгли ее слезы камень и упали на сомкнутые веки юноши. Вздрогнул юноша и проснулся, схватил с медней луки с релой, бросился к своей пироги и уплыл в море. И с тех пор стал тянуть его в гурот неудержимое. И каждый день приходил туда, чтобы послушать чарующие песни. Вот однажды вошел он в гурот и захотелось ему попить. Припал юноша к ключу, что сбился сквозь камень и напился. Вот тогда и случилось чудо. Волшебный источник наполнил сердце Аветиу любовью, и никогда с той поры они не расставались. А когда пришла к концу их жизни, умерли в один тот же час. Люди говорят, что тот, кто испробует водиться, исключая в гуроте любви, обязательно полюбит юную островитянку. И куда бы он ни уехал, все равно вернется сюда за своей возлюбленной. Еще говорят, что откроются ему самые прекрасные тайны любви. Но это уже совсем другая сказка. Сказка для взрослых.